ДТФ 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 эти фоны и архитектуру, цветокор и дизайн. Выглядит так атмосферно и симпатично, что я безмерно жду. Маленький инсайт из жизни. Я много лет назад поигрывала в Лишку и даже один раз ее постримила на Твич. Правда без вебки и камеры, зато именно эта игра стала основанием для создания канала. Пусть к полноценным стримам я приступила много лет позже и долгое время там вообще рисовала. Но Лишка это определенно особенный кусок моей жизни. Я даже чуть закосов фестивальных сделать успела. Жутко тогда перлась по песне Get Jinx и совершенно не понимала лор игры. А потом резко меня отпустила. И вот спустя кучу лет у меня появилась возможность этот лор таки узнать. Что я с удовольствием и сделаю. Сам сериал разделен на три части, каждая из которых состоит из трех серий. 7 ноября выйдет только первая часть, она посвящена детству сестер Вай и Джинкс, о которых рассказывает сюжет. Следующие две части сериала выйдут уже 13 и 20 ноября соответственно. Riot называет Аркейн самодостаточным произведением, которое могут смотреть и те, кто еще не знаком со вселенной Рунтерры и в частности Пилтовером и Зауном, где разворачиваются события. А как вам трейлер? И смотрели ли вы анимцо по доте? Как по мне, тут чувствуется гораздо больше любви. А еще вот хотел спросить, заценили ли вы аниме по Маку, тому самому, который про Весемира. И знаете ли про то, что сериал продлили на третий сезон? А вселенную вообще хотят перелопачивать и расширять? Как вам такая новость? Студия уже готовит второй выпуск аниме-сериала и новый контент для детей и всей семьи. Что ж там будут делать с чародейками в семейном-то рейтинге? Видимо, незаметно сжечь. Так же, как фанаты Венома пытаются сжечь всех вокруг, уберегая себя от спойлеров. А ведь делать это все сложнее. В сеть слили сцену после титров Венома 2. Кинокомикс с Томом Харди стартовал в кинотеатрах РФ 30 сентября. Российские зрители увидели ленту одними из первых. И вместе с этим все эти тут же опубликовали полную сцену после титров на русском языке. Ролики также выложили англоязычные пользователи, а на Reddit появились подробные текстовые описания финальной сцены. На момент монтажа отрывок из фильма удалили с YouTube. Но все, что было в интернете, остается тут навсегда. Короче, сейчас, чтобы не нахвататься спойлеров, лучше выключить интернет, не выходить на улицу и оставаться в своей уютной кроватке вечность. А как вы относитесь к спойлерам? Кстати, один возможный. Я тут уже показывала кадры с Кавиллом минуту назад, так вот, может времени на Геральта у него все меньше будет, потому что он тут резко захотел в Бондиане злодея сыграть. Это возвращает нас к предыдущему выпуску новостей, где тоже эта франшиза засветилась. Генри Кавилл до этого не раз говорил, что хотел бы сыграть Джеймса Бонда, но не знает о конкретных планах продюсеров на франшизу и о том, кого они хотели бы видеть в образе после Дэниела Крейга. Причем Кавилл даже пробовался на роль Агента 007 в середине нулевых, перед съемками Казину Рояль, но тогда ему отказали. А теперь, кто знает, кто знает. Блин, Кавилл такой гик. Ну привет, опять я к вам ворвусь и опять я с новостями из мира стриминга. И не паникуйте, сегодня я буду краток. Ну и давайте первым делом о Твиче. По всей видимости, стримеры на Твич получат больше опций для того, чтобы контролировать свой чат. Об изменениях в своем Твиттере сообщил журналист Зак Басси, пишущий о стриминге и Твич в частности, также известный как блогер Дракун. Официально эту информацию Твич пока не подтвердил, но как обычно, все, о чем в своем Твиттере пишет Басси, подтверждается позже. Судя по скриншоту, который вы сейчас видите на своих экранах, стримеры теперь могут потребовать от участников верификацию номера телефона, с опциональным исключением для подписчиков, модераторов и вип-зрителей. Мне очевидно, что данные изменения Твича — это попытка победить существующую проблему хейтрейдов. Сейчас я объясню, в чем она заключается. Одним из распространенных видов буллинга на платформе Твич является хейтрейд, когда какой-нибудь злобный пользователь хейтер-канала рейдит этот канал огромным количеством ботов, которые пишут запрещенные слова в чат или просто спамят какую-нибудь злостную херню. И на самом деле проблема не то чтобы прям очень страшная, решается буквально нажатием пары кнопок «Чат только для фолловеров на 10 минут», как правило, все боты расходятся. Да, есть еще вид хейтрейдов в виде ненастоящих подписчиков или фолловеров, но их Твич тоже научился уже давным-давно откручивать, так что я нахожу опцию верификации по номеру телефона, ну, совсем необязательной. Более того, я уверен, что эта опция может еще и повредить каналу, так как не очень большое количество зрителей согласится верифицировать себя по номеру телефона. Даже если они не злостные рейдеры, ну, огромное количество людей просто уважают свою приватность. Так что Твич, хорошая попытка, здорово, что вы что-то пытаетесь сделать, но пока что не зачет. А дальше новость гораздо пикантнее. Эротический стрим-сервис ChatruBait, и не делайте вид, что вы не знаете, о чем я говорю, разрешил стримить у себя на платформе видеоигры. Пользователи в сети уже иронично шутят на тему того, что ChatruBait станет полноценным конкурентом Твич, но это всего лишь шутки. В первую очередь из-за того, что стримить можно будет не все игры по желанию. Есть одобренный список со стороны непосредственно сайта, и в этом списке в основном маленькие эротические инди, чуть ли не написанные на флэше. Откровенно говоря, зачем ChatruBait у это понадобилось, я не понимаю. Ну, мы все прекрасно понимаем среднего пользователя, который туда ходит, и зачем он туда ходит. Ну, то есть я имею в виду, если человеку захочется, назовем это, выпустить пар, смотря на якобы девушку-геймершу, ну, он пойдет и сделает это на Твиче. Но вернемся к ChatruBait. На момент записи этого видео в число одобренных игр входят два десятка проектов, в основном эротического жанра. Но, как отметило издание Kotaku, среди прочих стримерам стала доступна инди-аркада Lockjamers, которая к эротике никакого отношения не имеет. Тащим-то, если хотите увидеть, как ДТФ осваивает новые платформы интересным способом, отпишите об этом в комментах. Я думаю, что у меня есть интересная бизнес-идея по поводу ChatruBait. Ну и кроме шуток, смотрите хорошие стримы и увидимся. Пока-пока. Ярослав, ты такой смешной. Этот кусок я записала до того, как посмотрела, что там я заснял. А сейчас мы снова вернемся к фильмам. Я не договорила. TheCV запустил производство перезапуска сериала «Вавилон 5». Над ним работает автор оригинала Джозеф Майкл Строжинский. Главным героем перезапуска «Вавилона 5» станет Джон Шеридан. Согласно сюжету, он прибывает на «Вавилон 5», огромную космическую станцию, которая выступает в нейтральной территории для обитателей космоса. Однако после прибытия Шеридана на станцию, мир между разными расами оказывается под угрозой. Из-за случайности люди вступают в конфликт с гораздо более развитой цивилизацией. Я вот оригинал очень плохо смотрела, только когда у родителей по телеку шел. И не особо помню сюжет. Зато хорошо помню образы и грим. Кстати, про грим у нас есть видео на канале. Ну а теперь точно погляжу. Хотя, тоже подсмотренный в детстве сериал «Лекс» меня куда больше увлек. Его я пересматривала бесчисленное количество раз и столько же красила волосы в голубой, как моя любимая героиня Зеф. И я могу только мечтать о перезапуске уже его. Или продолжений, которые обещали очень и очень много лет подряд. Пока окончательно не затухли. Касательно Вавилона, я верю, что автор оригинала с новыми средствами и возможностями сможет реализовать то, что не мог много лет назад. Поэтому надеюсь на успех сериала и на то, что его романтический вайб не растратится. Поглядим. Кстати, о романтическом вайбе в ретро. Game Music анонсировала коллекционные виниловые пластинки с саундтреком из третьих героев. Обложку для пластинок нарисовала художница Магдалена Катаньская, которая изобразила на обеих сторонах детализированные арты со знакомыми персонажами игры. Как отметили в Game Music, Катаньская давняя поклонница героев, поэтому обложку можно рассматривать часами, находя все новые отсылки. Выглядят они просто обалденно. Хотя больше мне напоминают стиль старых Дисайплзов. Их я, кстати, больше героев люблю. Пластинки выйдут в четырех цветах – черном, красным, зеленым и синим, которые соответствуют фракциям Некрополис, Инферно, Оплот и Замок соответственно. Пластинки сейчас можно в Россию предзаказать, включая доставку от 5000 рублей. И знаете, их даже без проигрывателя круто было бы как коллекционку красивую дому поставить. Ну или подкопить денег к Новому году и сходить на концерт музыки из героев. Знаменитый композитор музыки к играм Пол Ромеро, выступление которого неизменно проходит с аншлагом, снова посетит Россию в 2022 году. Пианист вернется с обновленной симфонической программой по мотивам культовой видеоигры. Ребята, агитирую вас посещать симфонические концерты. Это мега крутой опыт. Время мемов. Помните новую внешку Элой? Ну так вот, разработчики студии Гуэрилла, создатели Хорайзона, рассказали, почему изменили ее черты лица. По словам главного сценариста Бена Маккоу, в игре будет исследоваться одиночество Элой, ее отчужденность. У нее нет дома, и даже среди обретенных друзей она чувствует себя лишней. Поэтому у нее началось расстройство пищевого поведения. Внешность героини детализировали. Авторам игры удалось добавить такие мелкие детали, как волосяной пушок, а также улучшить лицевую анимацию, увеличив количество соединений костей. Текстуры сделали более четкими, грани более плавными, материалы более реалистичными. Вместе с моделью Элой улучшили и ее одежду. В игре будет много нарядов, которые тоже стали детальнее, чем в Zero Dawn. К костюмам также привязали специальные навыки, которые помогут в развитии Элой. Простите, простите за мой лукизм, но мемы делают меня смеяться. Кстати, о горячей внешности. В следующем патче в качестве альтернативы с Суккубом в World of Warcraft появятся демоны Инкубы. Разработчики опубликовали большое обращение, в котором рассказали о своих планах по развитию творческого контента в игре. В Blizzard считают, что намеки и шутки на взрослые темы всегда были и, скорее всего, останутся частью WoW. Однако в компании не хотят, чтобы какой-либо контент создавал игрокам дискомфорт. Мне вот всегда казалось, что понятие Суккуб – это что-то бесполое или обоеполое, как Слонеж. Некий соблазнительный образ, соответствующий фантазиям жертвы. А Инкуб – это всегда нечто омерзительное, визуально неприятное, что забирает нужное путем не обольщения, а путем силы. Но разработчикам виднее. Ага. Лишь бы все это заставило игрока получать положительные эмоции, а над неточностями уж лучше смеяться, а не плакать. А знаете, что еще заставляет смеяться? То на чем точно нельзя. Кто засмеется над следующей новостью, в рай не попадет. В Воронежской области осветили аниме-магазин. О том, что батюшка Игорь из Покровского храма в городе Лиске осветил местный магазин «Секон» с тематической аниме-продукцией, рассказал его владелец, предприниматель Илья Пивко. Пивко. Батюшка Игорь прокомментировал освещение магазина, заявив, что аниме – это вид искусства, в котором важна не форма, а заложенная идея. Отвечая на вопросы журналистов, Илья Пивко подчеркнул, что его магазин – это центр аниме-консерватизма, в котором он планирует проводить лекции и выпускать собственную продукцию. После того, как на освещение магазина обратили внимание российские СМИ, он написал, что его рекламе «помог божий дух». Тут и добавить нечего. Как говорится, с богом. Милая новость для всех любителей игр и маленьких брелоков. На Kickstarter всего за два часа профинансировали крошечный играбельный брелок Tambi – маленькое устройство, похожее на Game Boy, которым занимается компания Tiny Circuits. Как отмечают авторы, Tambi будет оснащен дисплеем с монохромным OLED-экраном с разрешением в 72 на 40 пикселей. Процессор Raspberry, который стоит около доллара. Время автономной работы – около двух часов, а встроенная память – 2 мегабайта. Среди прочих характеристик – порт microUSB для зарядки и проводного мультиплеера. Играбельный брелок будет продаваться с пятью предварительно загруженными играми – Tiny Blocks, Space Debris, Unelit, Delver, So Run. Авторы заверили, что на Tambi можно будет загрузить другие игры и создать собственные при помощи MicroPython'а или Adruina IDE. Tambi планирует выпускать в феврале 2022 года по цене 10 долларов за стандартную версию. Мило! Новость про браузеры. Про Edge. На Xbox. Его обновили. О том, что на Xbox Series XS появилась возможность полноценно запускать браузерные эмуляторы без режима разработчика, рассказал автор YouTube-канала Modern Vintage Gamer. Чтобы это сделать, пользователям теперь достаточно с консоли перейти на сайт эмулятора и следовать инструкциям, как в обычном браузере на компьютере. Все эти доступны эмуляторы для многих систем, включая Nintendo 64, PlayStation, Super NES и Sega Mega Drive. Владельцы Xbox Series и прежде могли открывать браузерные эмуляторы на консолях, однако запускать доступные на них игры стало возможно только после выхода обновления, в котором появилась поддержка контроллера и аппаратного ускорения. Автор ролика подчеркнул, что запуск эмуляторов, используя режим разработчика, все же остается лучшим способом, так как он обеспечивает более высокую производительность. Однако доступ к этому режиму стоит 20 долларов, и в нем на консоли нельзя запускать обычные игры. Тут должна быть вставка с Семеном, который обожает Фила Спенсера, но ее не будет, потому что я не Семен. А теперь наша рубрика «Звонок», и сегодня она будет необычная, потому что я покажу кусочек нашего стрима с разработчиком PotionCraft, а за фуллом обязательно заглядывайте на наш Twitch-канал. Да, всем привет, меня зовут Михаил Чапраков, я основатель NicePlayGames, мы сейчас небольшая команда из пяти человек. Сейчас делаем PotionCraft, вот зарелизили ее примерно неделю назад. Предыдущие игры я на Unity делал, прототип для меня запилить не проблема. И я решил вот просто вот банально сделать очень простую сценку с размалыванием ингредиентов. По сути, я просто сделал несколько физических объектов и посмотрел, как это будет визуально смотреться. Ну, вроде прикольно получилось. То есть, ладно, пойду, типа, дальше... Работать. Да. То есть, я эту штуку на какое-то время забросил, никому не показывал практически, то есть, по сути, сделал в шкаф. Я решил попробовать на Патреоне, короче, вести девлог. Придумывал, как я буду девлоги делать. У меня даже первые части девлога на YouTube есть, NicePlayGames. Еще я понял, что, ну, как бы рисовать от руки, это просто убийца может. Ну, если ты где-то там одну черточку зафакапил, то придется заново пририсовывать или там уже подправлять в электронном виде. Вопрос про чердак. Зачем там стоит стол и можно ли будет его использовать в будущем? Хочу все время в игре нажать на стол, чтобы мне книга рецептов вот открывалась по щелчку на стол. Впрочем, мы ее нарисовали, и вот с тех пор, как мы ее нарисовали, мы ее больше не трогали. По идее, спальней мы отдельно будем заниматься. Стол предполагался как физический объект, до которого и можно будет класть вещи. Сколько наиграл в свою игру? Ну, судя по стиму, минут 15. Спасибо, что приходили. Увидимся, пока-пока. Спасибо, пока-пока-пока. И рекомендации от меня на следующую неделю. Я прошла короткую демку Bookwalker, и она меня просто очаровала. Уникальный мир и персонажи, которые вообще ни с чем сравнить нельзя. Хотя чисто визуальная игра немножечко напоминает диско Элизиум, но с элементами управления от первого лица. Кстати, я уже написала разработчику, и надеюсь, он к нам заглянет на следующую неделю в следующем выпуске. Так что скорее тестите игру, чтобы потом задать ему вопросы. Она очень загадочна и великолепна, и сразу на русском языке. И, конечно, зацените наш новый видос про аниме для тех, кому грустно этой осенью. Ну и на сегодня это все. Лайкайте, подписывайтесь, читайте титры и закреп. А мы с вами увидимся в следующую субботу. Пока-пока-пока. Тело это вещи, а вещи ломаются. Сделай со своим все, что получится, пока не поломалось все остальное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok